Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печеин. Русских людей за пределами России часто раньше называли Иванами. В языке русском, в фольклоре и сегодня не забыты Иванушка-дурачок, Иван-царевич, братец Иванушка, а вместе с ними и Ванька-встанька. Отличает их всех, если верить народному творчеству, помимо индивидуальных качеств, общая им удивительная открытость, щедрость, даже жертвенность. Народ и по сей день относится к своим героям с большой симпатией, прозревая за видимой простоватостью настоящее богатство, которое в рублях и аршином общем не измеришь. Что за богатство? Откуда? Заглянув в святцы, вспомним, что Иван в первую очередь – Иоанн. И поймем, к чему это обязывает. А расскажет о святых с этим именем. Очередная книга, выпущенная в свет издательством «Сибирская благозвоница». Она так и называется – «Святой Иоанн». Итак, Иоанн. В предисловии книги издатели дают такую справку. Имя – это древнееврейского происхождения. От него произошло русское имя Иван, что в переводе означает «благодать», «божья милость». Понять, какими качествами в соответствии со своим именем был призван обладать мальчик, потом мужчина, несложно, если вспомнить однокоренные с ним слова в русском языке «благу», «благодарность», «благоговение», «благодетель», «благополучие», «благородство» и другие. То есть, знакомясь с человеком с этим именем, можно по определению рассчитывать, что он к тебе благорасположен, и ты ему в чем-то благоприятен. Во всяком случае, и в этом был изначальный замысел. И на это тоже Иван благословлен свыше. В русских святцах имя Иоанн было одними из самых часто встречаемых среди святых. В наше время к ним прибавилась великая рать иоаннов-новомучеников и исповедников церкви русской, названных в честь святых Иоанна Богослова, Иоанна Крестителя, Иоанна Воина и многих других. Точно установить в честь кого именно по понятным причинам довольно трудно, а чаще невозможно. В такие времена жили, что хорошо хоть имя осталось. Но сами они хорошо знали по имени и житие. Этой известной житийной формуле стремились соответствовать строго, истово, творчески. И в миру не только православные, но и просто добропорядочные обыватели, видя примеры благочестия, старались следовать правилу «помни имя свое». Не все ведь, конечно, были и те, кто творил последующие беззакония, бесчинствовал и глумился. И все-таки в основной своей массе люди работали честно, любили ближнего и почитали родителей, на чужое не зарились. Однако, когда преобладающее количество православных в обществе растеряло, утратило былую крепость в своей вере, случилось то, что случилось. Конечно, объяснить разрушительные катаклизмы в обществе и нравственные метаморфозы в человеке только этим нельзя. Но, смеем надеяться, пишут издатели, по прочтению этой книги у читателя появится потребность поразмышлять. Почему же святые нередко вступают в острое противоречие с бытующими общественными условиями и господствующими взглядами на мироустройство, и оказываются на кресте или плахе у тиранов? А церковь рано или поздно начинает мешать всевозможным вождям в их революционных преобразованиях, и ее снова начинают распинать на ветхозаветный манер. Однако содержание книги этим не ограничивается. В ней присутствует множество тем, раскрытию которых способствует лишь совокупность всех судеб святых подвижников, независимо от того, каким образом сложилось и христианское служение Богу, и чем завершился земной путь каждого из них. Например, тема любви. Конечно, в данной книге это сквозная тема. Какой же праведник без любви? Но что сокрыто в этом слове? Человек светский и пока еще далекий от Господа, и тот не без основания полагает, что хорошо знает, о чем собственно речь. Ведь о любви так много песен сложено. А уж человек верующий, ищущий Бога тем более. Он ведь и Святое Писание прочел, и в церкви, в молитвах с Христом беседует, и батюшку слушает. Не исключено, что многие из нас буквально переполняют любовь, при этом самая христианская, и мы все о ней знаем. Но не станем спешить, последуем совету одного из великих оптинских старцев, преподобного Макария. Мы далеки еще от любви Божьей, и смиритесь своим мудрованием. Далеки и в мирском, и в возвышенном понимании. А самообольщение наше по убеждению преподобного происходит от непознания самих себя. Еще одна тема — гонение на церковь. Встретится она не раз на страницах этой книги, применительно как к коммуно-атеистическому миру, так и к языческому, когда он был моложе. Причины гонений, пожалуй, были неизменно богоборческие, а вот обстоятельства этих гонений отличались разительно. Соответственно, и мученический подвиг христиан древности и современности предстает по-разному. Например, согласно римским законам, достаточно было просто установить, является ли обвиняемый христианином или нет. При этом у подсудимого была возможность спасти свою жизнь через отречение от Христа, подтверждаемое совершением языческого жертвоприношения. Для власти такой исход процесса был более предпочтительным, поэтому нередко, о чем повествуют многочисленные жития мучеников, твердых в вере христиан стремились склонить к отречению пытками. Записывать же в христиан тех, кто таковым не являлся или переставал быть, у римлян особого резона не было. Следовательно, не было и необходимости прибегать к судопроизводстве, к фальсификациям. Новомучеников же в веке XX обвиняли в политических преступлениях, в которых они себя виноватыми не считали, поскольку держались в стороне от политической борьбы. Мученическим актам древности, как историческим источникам, вполне можно доверять, поскольку у языческих правителей не было нужды искажать в них суть дела. Следственные дела советской поры изобилуют крайне тенденциозными обвинительными материалами. Лживая власть стремилась представить картину в совершенно превратном виде. Свидетельство о Христе мучеников первых веков зажигало верой новые сердца. Церковь победно утверждалась по всей Римской империи и за ее пределами. Подвиг же новомучеников всячески скрывался от глаз. А средства коммунистической пропаганды изливали на них потоки клеветы. И самым печальным было то, что эта клевета в немалой мере достигала цели. Миллионы одурманенных атеизмом советских людей теряли веру. Однако поразителен итог последних гонений. Церковь русская выстояла, а богоборческая власть пала. Кровь новомучеников стала семенем христианства, хотя и произросло это семя спустя десятилетия. Они, святые, учили смирению, терпению, любви, кротости и сами служили тому примером. Они проповедовали «не люби того, что в мире», потому что он лукав, жесток, в нем много соблазнов и шли в затвор, в пустынь, ближе к Богу. Таким был один из первых мучеников Церкви Христовой, предтеча Иоанн, житием которого открывается данная книга. Таким были и другие святые, а также подвижники благочестия, жившие в разных временах, но одинаково любившие Бога. Как отмечают издатели, и у святых людей с именем Иоанн, кроме имени было много общего, за что, собственно, их святыми и почитают. То есть людей вполне земных, телесных, но на которых действительно почеет благодать. Так с древних времен и до сего дня святые пророчествовали, обличали, исправляли. Не углубляясь, а лишь предваряя содержание книги, издатели говорят, что пророчества святых, например, Иоанна Крестителя и Иоанна Кронштадтского, хотя и неравнозначны и несоизмеримы по своим масштабам и последствиям, однако подчеркнуты из одного священного источника. Да и выбор, который сделали эти святые, и в частности святые с именем Иоанн, повторяется из века в век. Об этом и многом другом помогает задуматься эта книга. В российской истории найдется немало великих мужей с именем Иван или Иоанн, как прославленных, так и непрославленных в лике святых. Так, например, образцом жертвенной любви к Отечеству, наряду со святым Иоанном Русским является Иван Сусанин. А рядом с праведным Иоанном Кронштадтским стоит такой патриот России, как мыслитель Иван Ильин. А среди современников старца Иоанна Крестьянкина славные сыны Родины, легендарный летчик Иван Кожедуб и герой Советского Союза Иван Иванович Иванов. Будем надеяться, говорят издатели, что, читая собранные в этой книге материалы о восхождении Вани к Ивану, от Ивана к Иоанну, а от Иоанна к вершинам святости, читатели не только познакомятся с подвижнической жизнью многих святых и благочестивых христиан, но и себя познают лучше. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok